Всем привет-привет! Сегодня у нас необычное, так скажем, необычное ролик, необычное видео или еще что-нибудь. Сегодня у нас внеклассное чтение. Помните такое было когда-то? Классное чтение и внеклассное чтение. Классное занятие и внеклассное занятие. Ну, позволю себе вспомнить, так скажем, прошлое. Вот. У нас сегодня, так скажем, внеклассное чтение. Когда же вы запомните, козлы тормозные, что хэви-метал это наше все! Мы рождены, чтоб хэви сделать вылью! Итак, сегодня, дорогие мальчики и девочки, мы сегодня разберем интереснейшую и важнейшую книгу, которую, я так думаю, ну, не зря я достал. Чего нам достал? Даже купил, чтобы просто вот показать вам. Вот. И чтобы обязательно вы много чего поняли. Так. Так, падает. Давайте вот сюда подложим. Вот так вот, ага. Вот. Сегодня вот то, что вы видите, мы уже не будем зачитывать. Это вы когда-то уже в своей жизни, в общем-то, проходили. А мне вот досталась эта книжка абсолютно тут случайно. Вот хороший друг, заезжавший ко мне, вот мне ее подарил. Сегодня мы будем с вами разбирать другую книжку в ответу. Вот. Называется она «Reasons to vote for Democrats». То есть смысл, основной смысл или резон для того, чтобы голосовать за демократов. У нас сейчас там, ну, выборы же, да, как его, там, как его особенно в России намечаются. Да неважно, где они будут намечаться. Это очень важнейшая книга и очень-очень серьезно надо к этому отнестись. Ну, вообще просто ужасно серьезно. И, пожалуйста, смотреть очень внимательно, очень внимательно. Потому что видео будет короткое, я постараюсь так, коротенько, но по существу. Вот. Вот. И, соответственно, книга издана, сами понимаете, в Америке. Купил я ее вот прямо здесь. Все, вот тут тираж, вот все дела, вот кому что интересно. Можете тоже заказать. Вот. Денег стоит. И очень интересно. Я, честно говоря, за 27 лет в Америке, ну, просто вот, как говорится, оценил, оценил работу у авторов и много чего еще чего-нибудь. Ну, ладно. Давайте, давайте коротко, относительно коротко, но пройдемся по основным, так скажем, понятиям. Именно почему вы должны голосовать за демократов. И самое главное, почему вы должны ценить демократию. Это просто, ну, жизненно важно, чтобы вы понимали. Вот это давайте сюда тоже подложим, чтобы не перегибать странички. Значит, вот вступление книжки. Тут уже все хорошо, понимаете. Вот. Итак, еще здесь повторение, естественно, автор. Вот. Вот, значит, что у нас? У нас, значит, этот самый, editors, то есть это авторское издание, которое было, соответственно, здесь сделано, написано. Нью-Йорк, Лондон, Токио, Сиднея, Австралия, соответственно. Даже это самое, в Дели. Ну, что могу сказать? Ну, за демократию почти перезаживать почти не надо, если там все это прочитают. Естественно, вступление. Книга, значит, издана в 2017 году. В принципе, ничего почти не поменялось. Вот. Ну, и здесь, естественно, оглавление. То есть экономические факторы, естественно, foreign policy, это, соответственно, международные, значит, отношения civil rights, это, соответственно, как говорится, гражданские права, education, то есть образование, homeland security, это, соответственно, все, что касается. Ну, не буду перечислять, мы все очень... Итак, переходим, значит, первого, значит, reason to vote for Democrats. Вот. Итак, внимание, все, начинаем, значит. Значит, практически каждый пункт очень важный, очень. Значит, смотрите, значит, первое, экономика, то есть чаптор один. Это экономика, все касается, почему... И здесь четко доказывается, почему именно за демократов надо голосовать. Итак, все, поехали. Значит, смотрите, вот тут вот четко написано, смотрите, вот тут четко написано, обосновано, почему за них надо голосовать. Это вот, значит, получается у нас четвертая, значит, первая, вторая страница, третья, четвертая. Вот. Это все экономические факторы, почему надо за них заголосовать. Экономические факторы, экономические факторы, и тоже экономические факторы. Я уже стал перелистывать по 3-4 страницы. Вот это вот все, вот, значит, получается, это уже какая, 22 страница, вот, значит, смотрите, получается 23-24 страницы, здесь все четко, вот практически, как вы видите, четко описано, все, вот все буквально пункты, почему экономически очень четко и ясно здесь все написано, надо голосовать за демократов. Foreign Policy, это международное, естественно, как говорится, правило, это глава 2, по которым надо, естественно, голосовать только за демократов. Ну, здесь у нас, конечно, есть кое-какие интересные абзацы, вот этот абзац мне нравится, вот этот абзац вообще просто, смотрите, а здесь вот прямо как бы, ну как с этим не согласиться, здесь вообще все здорово, я так понимаю, тоже 20 страниц. Да, 20 страниц у нас международных, как говорится, правил, они, в общем, как вы поняли, практически, ну, соответствуют всему тому, что мы думаем про демократию и так дальше. Civil Rights, то есть гражданские права, chapter 3, да, соответственно, ой, блин, аж стало это самое, как говорится, запинаться, да что там запинаться, сейчас мне еще одну-две главы и заикаться начну. Ну, давайте, значит, это гражданские права, Civil Rights, значит, пошли, значит, вот это вот, ой, вот здесь, смотрите, как здорово, вот здесь явно не нарушены, понимаете, главное, нигде не нарушены права человека, вот прямо аж, вот чувствую, нигде не нарушены, вообще, вот даже, это касается всех штатов, да что там штата, господи, там-то что-то, и многих стран касается, это вот все то, что, в общем-то, люди должны понимать. Civil Rights, ну, то есть, опять-таки, что у нас там, 73-е, это уже, ну, тоже, получается, 21 страница, вы вот ознакомились вот с основными положениями, значит, гражданских прав, education, ну, соответственно, образование, да, соответственно, ой, тут вот явно, смотрите, вот, про ЕГЭ явно наверняка сказано, да, про, естественно, то, что не надо верить советскому образованию, вот тут две страницы, я так думаю, или мне так кажется, я не знаю, честно говоря, что надо тут курнуть, чтобы так показалось, но у нас, допустим, в штате Невада сейчас марихуана разрешена, поэтому, я думаю, эта книга очень многим зайдет, да, и, честно говоря, если так, ну, нормально курнуть, здесь много, можно и между строк еще прочитать, очень многое, ну, и так дальше, и так дальше, ну, и сами понимаете, вся эта книга, вот, вся эта книга, вся эта книга, здесь вот именно четко, четко все описано, и так дальше, то есть, грубо выражаясь, 230, 240 страниц, да, вот я не знаю, покажет, не покажет, у меня камера, 240 страниц, да, это все вот именно, все четко описано, понимаете, здесь любой поймет, что надо однозначно голосовать за демократию, за демократов и тому подобное, я вот, ну, не то, что вот, я никого ничего не призываю, я не агитирую, ну, просто это есть, это, как сказать, это практически вот букварь, да, для демократов, это вот все то, что надо знать, вот, это тоже, значит, надо учитывать, а как иначе еще, ну, и вот как-то примерно так, ну, что, я вас с изданием, или, так скажем, с важнейшей книгой, значит, человечество познакомил, пожалуйста, значит, прочитайте ее, конспектируйте, ее, кстати, очень легко конспектировать, вы не представляете, я был немножко удивлен, вот, помню, политзанятия в армии, это гораздо лучше заходит, гораздо лучше, вот, можно даже что-то срисовывать, картинки можно срисовывать, здесь есть очень интересные картинки, ага, ага, вот там, ну, это самое, ну, или наоборот, можно нарисовать, допустим, какой-нибудь, разобрать член, многочлен, допустим, там, с этой страницы на другую, вот, так что имейте в виду, вы меня уже знаете, мои рекомендации обычно очень актуальны, поэтому, вот, обязательно купите себе такую книжку, лучше две купите, потому что, вот, честно, одну вы зачитаете до дыр, да что там до дыр, во-первых, понимаете, вот, в тех местах, ну, в библиотеке, в туалете, в смысле, вообще идеальный вариант, понимаете, вот, прямо, хоть зачитайся, хоть извиняюсь, да, жри тем самым местом, вообще идеально, кстати, для того места, вот, ну, все, видео должно быть коротким, я понимаю, вы меня поняли, всем понимание, вот, улыбку на лицо, книжку, куда я вам сказал, вот, пока-пока, всем счастливо, до новых встреч, бай! Ничего, вы еще на экзамен у меня поплачете, никакой Киркоров со своей зайкой не поможет вам, клянусь, Ози Осборном, ум! Субтитры сделал DimaTorzok